Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Мы были в поселке Глушково. Нам сказали зайти в поселок Апанасовка. И встать в круговой оборону. Они туда зашли, около 30 человек. Сручников поставили на оборону. И все. Пленные российские солдаты рассказывают, на позициях стояли без оружия. Некоторых из них призвали лишь несколько месяцев назад. На охрану границы вблизи фронта парней отправили из-за нехватки живой силы. Начали заходить в окраинские войска. Началась стрельба. И все, кто куда, начали бежать. Курская операция ознаменовалась сдачей в плен большого числа солдат. Кроме срочников, туда попали и военные из чеченских подразделений. Офицеры, контрактники. На гражданке работал в лесной охране. И пошел служить. И меня, так как я работал в лесной охране, меня отправили в пожарку. И под предлогом мне сказали, что меня никуда не заберут. Командование запросы игнорирует. На штурмы отправляют военных с инвалидностью. Оружия не хватает. Жалуются солдаты армии РФ. А зачем ему еще кусок земли? Я без понятия. Рассказывают, недовольны режимом Путина не только они, но и их сограждане. У нас большинство людей, ходят или не ходят, потому что не видят в этом смысла. Они просто задаются тем же самым вопросом. И что мы делаем, и куда мы идем, и зачем нам это все надо. Ну, как бы, большинство. Засиделся он, Владимир, надо его поменять, и все. Ну, нет, вот как мне рассказали, что у вас люди выбирают. Да. Вот это мне нравится, то, что люди выбирают. А у нас люди не могут выбирать. По данным издания «Верстка», российских военных, вернувшихся на родину после обмена пленными, снова отправляют либо в регионы, граничащие с Украиной, либо прямо на фронт из-за больших потерь в живой силе. Выборский голосов? Очень, ***. Кроме трупов, ***, что больше?